Более 38 миллионов рублей поступило из краевого бюджета на счет Белореченского городского поселения. Еще столько же средств местного бюджета, которые надо распределить. На какие цели они будут направлены, обсуждалось на очередном заседании городского совета в минувшую пятницу. Корректировку бюджета на 1 февраля текущего года депутаты восприняли с энтузиазмом. Из краевого бюджета поступило более 38 миллионов рублей. Это средства по организации теплоснабжения населения, по развитию сети автомобильных дорог и обеспечению жильем молодых семей. Кроме того, необходимо распределить остаток неиспользованных средств прошлого года в размере 38 миллионов рублей. И принять во внимание возврат неиспользованных трансфертов из бюджета района. На строительство второй очереди блочно-модульной котельной будут направлены 11 миллионов краевых средств. Это та котельная, которая строилась в 2018 году в первую очередь. Сейчас там необходимо провести завершающие работы по непосредственному присоединению к сетям, пусконаладочным работам и благоустройству. На этом нам край выделяют средства. На ремонт автодороги по улице Калинина от 40 лет октября до международной предусмотрено 19 миллионов рублей. 8,5 миллионов рублей было выделено на обеспечение жильем молодых семей в рамках государственной программы. Собственные средства бюджета депутаты распределили следующим образом. В первую очередь предусмотреть софинансирование по строительству объектов, поддержанных краем. Во-вторых, в рамках программы по наказам избирателей, как и было решено в прошлом году, направить деньги на обустройство велосипедной дорожки в районе набережной, увеличить средства дорожного фонда. Благоустройство территории поселения 3,5 миллиона, закупка коммунальной техники 10 миллионов 950 тысяч. Это комбинированная дорожная машина и экскаватор-погрузчик. Это техника, которая на сегодняшний момент необходима для обеспечения полностью нашего города как в очистке снега в зимний период, так и в обслуживании автомобильных дорог в летний период, непосредственно гравийных, для перевозки сыпучих материалов для агрегирования улицы. Кроме того, есть необходимость закупить спецтехнику для центра бытовых услуг и аварийно-спасательного отряда, а также легковой автомобиль для хозяйственных нужд администрации. И 11 миллионов рублей предлагается направить на те контракты, которые были заключены в 2018 году, но исполнение у них попало на 2019 год. Более подробно об этом рассказал депутатам глава города Александр Абрамов. О закупке коммунальной техники, приобретении третьей единицы техники, мы практически в полном объеме закроем наши потребности. Также дополнительно сразу вам скажу, что эта техника в летний период также работает. Мы также покупаем отдельно бункер на эту машину для зимнего содержания. Отдельно будет на ней стоять ковш, чтобы использовать в летний период для отсыпки улиц, как сказал Евгений Александрович. Дальше, экскаватор-погрузчик, это тот экскаватор, которым вы в прошлом году выделили деньги, ввиду того, что торги не состоялись, потому что произошло увеличение цены на 2% ввиду увеличения НДС. Мы эти деньги с 2018 года переводим на 2019 и также будем сейчас выставлять дальше на торги. Следующая единица техники – это аварийный спасательный автомобиль. На сегодняшний день он есть, но он уже находится в неудовлетворительном состоянии. Автомобиль требуется, наши спасатели оперативно реагируют. Не всегда приходится выезжать по дорогам общего пользования, когда это выезды происходят и в поля, и в трудно затрудненные места. В этом оперативная потребность, которую мы хотим восполнить, чтобы наши спасатели были вовремя в тех местах, где они нужны. Не каждый город, не каждый район может похвастаться тем, что он в состоянии коммунальную технику покупать для города. Поэтому это наша общая заслуга наших предпринимателей, наших руководителей, налогоплательщиков, вас, депутатов, ну и в первую очередь, конечно, городской и районной администрации. Как оказалось, в городской администрации кадровые перемены. Евгений Греков возглавит управление в районной администрации. Совет поблагодарил его за совместную деятельность и пожелал удачи на новом поприще. Тот курс, который был принят именно на совместное созидание вопросов, он и продолжается. Молодые люди, которые хотят созидать, которые хотят делать, привлекать деньги сюда с края, обосновывать это все, это все идет к тому, что мы будем стараться делать жизнь наших жителей все-таки лучше, краше. Нового сотрудника городской администрации депутаты встретили с нескрываемой радостью. Сергея Рвачева не нужно было даже представлять присутствующим. Совместно начинали, работали, знаю его любовь, ту искреннюю городу, его возможности работать, человечность, все его положительные качества. И принято было решение Сергея Рвачева с понедельника, заместитель главы города Белореченска, который курирует вопросы управления делами, вопросы взаимодействия с Советом Белореченского городского поселения. Докладчик информировал депутатов об итогах конкурса на лучший ТОС 2018 года. На основании постановления администрации Белореченского городского поселения от 22 января текущего года номер 27 комиссионно были рассмотрены итоги деятельности территориальных органов самоуправления Белореченского городского поселения. И по итогам рассмотрения лучшим органом ТОС был призван ТОС Первомайский, председателем которого является Колупаева Татьяна Васильевна. Предложено направить материалы, предоставленные органам ТОС, в районную администрацию для дальнейшего участия в краевом этапе конкурса. Я сравнивал работу наших представителей ТОС. Конечно же, работы много, конечно же, работа интересная, ежедневная, но с тем энтузиазмом, которым работает Елена Васильевна, поверьте, работает не каждый. Те депутаты районного совета на сегодняшний день, которые находятся в районе ООН, на ее округе, в том числе некоторые из присутствующих здесь депутатов, тоже находятся на этом округе. Не буду, как говорится, кривить душой, очень много сделано. Очень много сделано с точки зрения благоустройства. И дороги отсыпаются совместно с депутатами, и мостики ремонтируются, и людям помогаем, и мероприятия организовываем. И прекрасно понимаете, что это может делать любой, но только тот, у кого с инициативой это может реализовать. К нашему счастью, у нас есть такой представитель, который это все делает и реализует. Все председатели ТОСов работают, все абсолютно до единого, но то, что получается у Татьяны Васильевны, у многих не получается. Поэтому решение принято нами ее поддержать. Мы объехали ТОС. ТОС чистый, ТОСы постоянно, как что-то появляется новое. Где-то предприниматели помогают, где-то депутаты помогают. Регулярно идет взаимоотношение с нами по любым вопросам. Депутаты поддержали предложение единогласно. Далее Совет утвердил условия приватизации автомобильного транспорта, находящегося в муниципальной собственности, а также прескурант гарантированного перечня услуг по погребению. Еще один вопрос повестки дня заседания касался новой структуры администрации городского поселения. Из основных нововведений, которые мы бы просили вас рассмотреть, это введение отдела земельных отношений. На сегодняшний день полномочия по земельным отношениям у нас переданы в администрацию города Белорусска уже как год. На сегодняшний день складывается тенденция к увеличению потока заявлений от населения. Возникает много вопросов, которые вынуждены мы рассматривать и комиссионные, и с юристами, вместе с юридическим управлением. Для более качественной подготовки документов, для более детального рассмотрения заявления нам необходим начальник отдела, координатор данного направления. Поэтому первое, что мы вносим, это вносим отдел земельных отношений. И следующие поправки – это в управление жилищно-коммунального хозяйства. Мы выделяем отдельный отдел жилищно-коммунального хозяйства и отдел дорожного хозяйства. По словам главы города, штат администрации увеличивается всего на одного человека. Земельные отношения, они очень важны, они очень опасны, они очень ответственны. От них зависит и бизнес, и жители, и пополнение бюджета. Поэтому, безусловно, я поддерживаю этот вопрос. Предложенная структура не вызвала возражений у депутатского корпуса. В завершении сессии Александр Абрамов представил Аганиса Поляна в качестве своего пресс-секретаря. Наталья Пугачёва, Сергей Чернецов. События и люди.